Здравствуйте! В эфире канала России итоговая информационная программа «События недели». Субтитры создавал DimaTorzok по развитию туристической инфраструктуры, в том числе по Карачаево-Черкесии. Министр экономического развития Максим Решетников доложил президенту о проекте строительства аэропорта в нашей республике. Еще одно перспективное направление – развитие строительства автодороги, которая могла бы соединить курорты Архыс и Красную Поляну. Рашид Тимрезов отметил, что такое внимание президента к отрасли говорит о том, что внутренний туризм ждут значительные изменения, которые сделают наши субъекты еще более привлекательными для туристов, а самое главное – более комфортными и благоустроенными для жителей. Мусульмане Карачаево-Черкесии отметили священный праздник Курман-Байрам. В Черкесии в коллективном намазе в соборной мечети под руководством Муфтия Республики Исмаила Хаджи Бердиева принял участие и глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Об истории и традициях праздника и о том, как отмечают его в семье Кармовых, расскажет Алихан Лепшоков. Сегодня главная соборная мечеть многолюдна. Жители республики собрались совершить праздничную молитву. Глава Карачаева-Черкесии также пришел в семью, чтобы поздравить верующих с одним из главных праздников мусульман Курман-Байрам. Этот день символизирует собой милосердие, сострадание и все эти основы понятны и близки вне зависимости от конфессиональной принадлежности и национальности. Что немаловажно, это то, что нас всех объединяет, отметил Рашид Бориспиевич. Чтобы мы хранили то, чему нас всегда учили наши предки, наши старшие. Также Исмаил Хаджи хотел бы сегодня в этот день поздравить всех наших братьев и сестер, которые сегодня в Хадже. Я даю вам, чтобы их дуа был всевышним принят. Поэтому хочу всех жителей нашей многонациональной республики поздравить с этим праздником. Еще раз всем крепкого здоровья, мира, благополучия. Праздничную молитву возглавил председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа муфти Карачаева-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев. После завершения намаза Исмаил Хаджи выступил с проповедью, в которой отразил величие праздника Курман-Байрам. И подытожив, отметил важность умения верующими мусульманами прощать друг друга в этот святой день. Сегодня вместе с нами был глава республики, председатель правительства, депутаты, министры. Это говорит о том, что люди по-другому смотрят на религию. И это очень похвально. Почему? Потому что были времена, когда к религии относились совсем по-другому, когда не хотели знать и слушать, что это такое. А сейчас уже хвала Всевышнему, все это идет совсем по-другому. Дай Аллах, чтобы это все продолжалось, и чтобы мы эти праздники постоянно проводили. Праздник является нам напоминанием о твердости веры пророка Ибрагима, когда Всевышний повелел принести в жертву своего сына Исмаиля. Когда к обряду все было готово, Господь вознаградил пророка за преданность. Принял вместо сына в жертву барана. Стараемся к этому дню подойти с благими делами, с чистой душой, чтобы соседи, близкие, кто рядом с нами по работе, по улице, чтобы все были довольны. Делиться любовью и радостью в этот светлый праздник является жизненным кредом в семье Кармовых, проживающих в ауле Псыш. Так считает и 85-летняя Тайбад Хаджи Кармова. Она больше 40 лет проработала учителем в Псышской школе. После ухода на пенсию она посвятила себя религии. В 2007 году впервые совершила хадж. Она помогает в воспитании внучатых племянников, обучая их основам ислама и чтению Корана. Тайбад Хаджи активно оказывает помощь нуждающимся. – Высшего праздника для мусульман нет. Я считаю, что это самый лучший праздник, потому что это богослужение и богоугодное дело. Курман режут для того, чтобы всех угощать. И бедных, а богатые, если богатые, он может внести, кому-то хорошее дело сделать. То, что я смогла, я свой курман отдала в детский лагерь мусульманский. Поздравить с праздником Тайбад Хаджи приехал имам Аула Псыш Анзор Хаджи Абсов. За праздничным столом он пожелал ей крепкого здоровья и чтобы родные и близкие продолжали ей дарить тепло и радость. – Сегодня мы должны поздравлять своих родственников, своих старших, соседей, всех, кого мы считаем своими братьями, сестрами, другие религии, которые с нами рядом живут, пускай это русские, пускай другие. Мы должны в этот праздник, если даже есть какая-то обида между нами, мы должны прощать эти обиды. Дай Аллах, чтобы в эти светлые праздничные дни все наши молитвы были приняты. Курман-Байрам отмечается три дня. Мясо жертвенного животного принято раздавать соседям, нуждающимся. Также верующие эти три дня ходят в гости, готовят угощения и дарят подарки. Али Ханепшоков, Расул Бердиев, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Также глава республики Рашид Тимрезов поздравил с праздником Курман-Байрам наших земляков, военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. И в честь праздника бойцам отправил баранов для жертвоприношения. На этой неделе оперативным штабом в Карачаево-Черкесии проведено тактико-специальное учение по пресечению террористического акта на объекте социальной инфраструктуры. В мероприятиях было задействовано 750 сотрудников силовых и правоохранительных структур, региональных органов государственной власти и местного самоуправления. В ходе учения осуществлялось отцепление и блокирование района проведения операции, эвакуация условно пострадавших, нейтрализация террористов, освобождение заложников, ликвидация пожара и минимизация возможных негативных последствий террористического акта. В условиях максимально приближенных к действительности участниками учения отработан порядок межведомственного взаимодействия при возникновении ЧАЭС. На днях увидела свет очередная книга кандидата исторических наук Шамиля Батчаева «Первые в Карачае». В издании представлены очерки о выдающихся общественно-политических, религиозных деятелях и представителях интеллигенции, каждый из которых был первым в той или иной сфере деятельности. С автором книги встретилась Белла Джазаева. Здравствуйте, Шамиль. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли сегодня к нам в гости. И, конечно, я сразу хочу поздравить вас с выходом вашей очередной книги. Книга – это биографические очерки, название «Первые в Карачае», название говорит само за себя. Книга посвящена нашим просветителям, людям первым в той или иной сфере деятельности. Это большой труд. Я хочу у вас спросить, как вам удалось собрать такой богатый фактический материал? Ведь многие люди, о которых вы пишете, были преданы забвению. Вот узнавая эту книгу, я увидела много незнакомых фамилий. Я думаю, что эти фамилии известны только узкому кругу специалистов. Как вы находили материал? Сколько работали? Добрый день, Белла. Добрый день, уважаемые телезрители. Спасибо, что пригласили в студию. Конечно, вопрос вообще жизни этих людей, она на самом деле во многом была предана в забвению, особенно в советский период нашей истории. Почему она была предана в забвению? По двум причинам. Это, прежде всего, происхождение этих людей, в основном княжеского, дворянского происхождения, из богатых семей были люди. И, во-вторых, по причинам их общественно-политической и, так сказать, профессиональной деятельности в царский период, в период правления белого правительства и так далее. Люди, которые занимали какую-то должность в те годы, конечно же, в советское время, они, как сказать, вымарывались из нашей истории или же давались с отрицательными характеристиками. Ну, на самом деле, если говорить непосредственно о тех людях, 13 человек, которым посвящены очерки в данной книге, часть из них была известна, достаточно, несколько человек были достаточно хорошо известны, к примеру, там, Ислам Крамшамхалов, Исмаил Акбаев, Ильяс Байрамуков, то есть, как просветители. Почему? Потому что другие их, ну, говоря таким языком, стороны их творчества или общественной жизни, к примеру, то, что Крамшамхалов был общественным доверенным, то, что Крамшамхалов служил в императорском конвое, то, что, к примеру, Исмаил Акбаев был главным эфенди селения Тибердинского, был председателем духовного правления мусульман Карачаева Черкесии. Вот эти моменты, они в советское время не озвучивались практически и о них не говорилось. Я попытался даже в тех случаях, когда речь шла об известных людях, благодаря новым фактам, которые я собирал на протяжении последних, наверное, лет 15-20, дать новую оценку и дать новую, так сказать, ретроспективу вот их жизни и творчества. А многие, некоторые из этих людей, вернее, они на самом деле, ну, за исключением упоминания где-то, а некоторые вообще не упоминались. К примеру, такой человек, как Ачахмат Крамшамхалов, первый лесничий, о нем нигде не упоминалось, практически нигде нет никаких научных работ, нигде о нем не говорилось. Ислам Дудов, первый инженер, о нем упоминалось, но практически кроме каких-то, так сказать, полевых сведений, ну, чаще всего легенд, которые недостоверны были, достоверной информации практически не было. То есть, вот если так говорить, то, конечно же, о некоторых мне пришлось, ну, практически начинать работу заново и полностью пытаться восстановить биографию этих людей по документам, которые удалось найти, в архивах, начиная от Москвы, Петербурга, Ставрополь, Краснодар, Владикавказ, немножко, конечно, и наш архив, почему немножко, потому что у нас документы в основном уже советского периода, когда эти люди чаще всего, если и работали в советское время, то работали где-то до конца 20-х годов, после чего практически все были репрессированы. И кто-то был вынужден покинуть нашу республику, Карачаево-Черкесию, кто-то погиб в застенках и так далее. Поэтому работа, на самом деле, шла долго, и, конечно же, я не могу сказать, что я поставил точку, потому что некоторые моменты до сих пор не ясны, некоторые моменты из-за отсутствия материала я не могу сказать, по некоторым людям даже точно не знаем, когда они ушли из жизни. Но на сегодняшний момент, как мне кажется, и вот в этой книге я постарался дать наиболее полное представление, учитывая работы предшественников и то, что удалось мне найти, наиболее полное представление о жизни и деятельности вот этих людей, 13 представителей карачаевского народа, которые, почему книга так и называется, были первыми в той или иной сфере деятельности в среде своего народа. Шамиль, изучая эту книгу, я поняла одну вещь. Вот все эти люди, все эти личности, они ушли из жизни рано. Как вы считаете, с чем это связано? Может быть, это связано с тем, что первым быть всегда трудно? На самом деле, да, большинство этих людей, они не дожили до пожилого возраста, ну, максимум, насколько я вот так припоминаю, 60 и то даже, ну, 62-63, сегодняшний день, это люди даже на пенсию у нас не выходят в этом возрасте, еще активны. Во-первых, они всю свою сознательную жизнь, они занимались не только своими делами, но и делами общественными, делами народа, делами, вопросами образования, вопросами культуры, вопросами общественной деятельности, общественно-политической жизни. То есть, все то, на что уходило время, здоровье, нервы, деньги и так далее, тратили свои средства. Еще раз повторюсь, среди них не было людей из, так сказать, бедных слоев, обездоленных. Это все были люди из обеспеченных семей, из знатных семей, из известных семей. Но в отличие от большинства других представителей, даже своего рода, своих родственников, они избрали для себя вот этот путь, где, конечно же, отдавая все силы делу народа, пытаясь двинуть свой народ по пути прогресса, конечно же, здоровье они свое теряли. И кто-то своей смертью ушел. Ну, относительно 51-2 года люди уходили из жизни. Кто от болезни, а кто-то, и трагическая уже судьба, уже в советское время погиб. Кто-то в застенках репрессированный, кто-то в блокаду, как Бекмарзак Рамшамхала, вынуждены бежать и скрываться в Ленинграде. Он умер в 41-м году. Вы собрали богатейший материал, собрали, выпустили, книга есть. Как сделать так, чтобы она пошла, как говорится, в массы, чтобы... Самое главное, чтобы молодежь ее прочла, чтобы она знала о первых людях своего народа. Как это сделать, на Ваш взгляд? Ну, я думаю, что самое главное, прежде всего, это популяризировать их жизнь, наследие, их деятельность. вот наша сегодняшняя передача, надеюсь, побудет кого-то из них обратиться к этой книге, изучить какие-то документы об этих людях. Почему? Потому что я стараюсь выступать и на телевидении, и в газетах, и в других средствах информации, массовой информации, в интернете с рассказом об этих людях, как бы опробировал уже некоторые из этих очерков в печатной форме, в электронной форме. То есть, я думаю, что если человеку интересна история своего народа, если человек хочет знать подлинную историю своего народа, не легенды и сказания, которые тоже важны, но это все-таки те времена, о которых можно много что сказать и подтвердить невозможно. Здесь, если вы обратили внимание, практически 99% я ссылаюсь на документы, на материалы архивные и так далее, на литературу, которая была издана. То есть, здесь то, что можно подтвердить. То есть, я считаю так, если человек любит свою историю, он должен говорить те вещи, которые можно подтвердить, чтобы имелись полные доказательства и это те люди, которым можно и нужно нам гордиться и с кого нужно нам брать пример. Скажем так, если бы я не считал что они сыграли большую роль, я бы, наверное, не взялся за эту работу, потому что людей, которые достойны, чтобы о них писать, достаточно. На самом деле, вот даже под этим заглавием, как бы, ну, практически на сегодняшний момент у меня уже 6-7 человек есть, которые не вошли в данное издание по причине, ну, не подготовлены еще очерки, материал не собран. Я думаю, еще столько же мне удастся собрать на вторую часть. Это касается именно дореволюционного и ранних годов советской власти, то есть, вот где-то до военного периода лиц, представителей нашего народа. Но, что касается сделали, что они сделали, ну, мне кажется, если сравнить то, что они сделали, мне кажется, они двинули наш народ, ну, наверное, лет на 20-30 минимум вперед. То есть, простой пример, любую, вот сейчас, если вы откроете диссертацию по истории, по этнографии, по, не знаю, культуре, литературе народов Северного Кавказа, нет практически ни одной, которая не ссылается на высказывания ислама Акрыма Шамхалова, которую он опубликовал в своем письме в журнал «Мусульманин», который выходил в Париже. Ну, я сейчас не цитирую, а говорю своими словами о том, что у кавказских горцев развит в высшей степени культ воспитания, к вопросу которого только приближается наипросвещеннейшая Европа. То есть, он указал на то, что если у горца может быть отсутствовать чисто научные знания, но при этом у них есть воспитание, уважение к старшим, к женщине и так далее, а те вопросы, которые в Европе только начинали тогда как бы вот придавать так изучению и как бы учили молодежь этому всему. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что наследие людей, которых мы в этой книге попытались как бы рассказать о них, оно выходит за рамки карачаевского народа, за рамки нашей республики. Оно известно и как бы изучается не только у нас, но и в других наших регионах Северного Кавказа, по крайней мере. Поэтому для меня это люди на самом деле в прямом смысле если говорить французское слово пионеры. Не в советском, как мы все знаем, а именно в прямом французском, то есть первооткрывателе. Вы упомянули о том, что не поставлена точка, что есть еще материал о 5-6 личностях. Значит ли это, что будет продолжение? И значит ли это, что вы работаете сейчас над этой книгой? Ну, если даст Всевышний, я собираюсь как бы продолжить эту тему и не как сказать, не ставить точку только на раннем периоде. У нас, например, если говорить о втором, второй части вот этого издания, конечно, там первый журналист, к примеру, первый человек с высшим духовным образованием. То есть вот первый переводчик у нас есть, да, первый контрразведчик, если можно так сказать, и так далее. Ну, и тогда уже можно мы переходим, можем мы уже переходить третье, то это уже ранний советский период, то есть первый кавалер ордена Ленина, первые горянки кавалера ордена Ленина, к примеру, там, первые люди, которые работали в высшей школе, первые инженера, горный инженер, вот я недавно подумал, горный инженер у нас есть, первые геологи, и так далее, и так далее. То есть на самом деле отдавать должное людям, которые буквально даже вот я сегодня прочитал в газете, первые наши актеры, например, которых вы знаете, которые, слава Всевышнему, еще живы, да, вот те, кто у нас в 57-м году поехал учиться от Карачаева в Черкесии. Я думаю, настало время и о них тоже уже писать. Поэтому для чего это все нужно? Ну, для того, чтобы мы могли понимать и народ, наш народ и, в принципе, все народы могли гордиться своими представителями, понимать, что мы не вчера родились и не сегодня, что у нас большая история, что у нас большое наследие и что наши предки не были, так скажем, людьми, которые ничего кроме хозяйства не видели. У них были свои таланты, у них были свои какие-то способности, они проявляли их в разных областях. Другой момент, что это не было так популярно тогда, как сейчас, и не получало поддержки государства, но, тем не менее, я считаю, что вот их судьба, их жизнь, деятельность, тех людей, которые интересы народа, интересы общества ставят выше своих, я считаю, что это тот пример, которому следует следовать, которым должны следовать мы все, в частности, представители культуры, интеллигенции, общественные деятели и так далее, почему? Потому что время проходит, а в истории остаются именно те люди, которые не самые богатые, не самые большие чиновники, а именно те люди, которые служили своему народу. Шамиль, я согласна абсолютно с каждым вашим словом и считаю, что первых людей, людей, делающих историю, надо знать. Я благодарю вас за это интервью и желаю вам творческих успехов. Спасибо вам. На этой неделе наши футболисты в очередной раз доказали свое мастерство. В Черкесске состоялся футбольный поединок между нартовцами и гостями из Северной Осетии. Матч был ярким и запомнится болельщикам надолго. Альбина Курачинова-Кенжева побывала на празднике футбола. В выходной праздничный день любители футбола решили не сидеть дома, а пришли поддержать ФК «Нарт». Несмотря на часовой опоздание по техническим неполадкам у соперников, зрители дождались выхода на поле футболистов и поддерживали на протяжении всего матча. Нартовцы, долго не думая, на 15-й минуте первого тайма распечатали счет. Опытный нападающий Азамат Курачинов обработал мяч и заколотил его в сетку, не оставив надежды вратарю Ордона. На 41-й минуте с точного паса Курачинова второй гол забивает Амир Джумаев. Зрители ликуют и уже через минуту счет становится 3-0 снова от Галеодора Курачинова. А на перерыв ребята уходили уже со счетом 4-0. Автором стал Вадим Абедоков. Мы пообщались с героями встречи. Отдельно поискать спасибо болельщикам нашим, которые пришли даже в праздничный день пришли поддержать нас. А так все прекрасно, да, все хорошо. У нас продолжаются победы. Надеюсь, все дальше будет только продолжаться в том же духе. Все прекрасно, полностью доминировали в игре. Спасибо болельщикам в очередной раз, что пришли, поддержали. Готовимся к следующей игре. Нам надо выигрывать все наши матчи. Спасибо всем за поддержку. Поддержка болельщиков неописнима. Очень рады. Хотим их радовать, не подводить. Ждем больше болельщиков на каждом году. Спасибо им большое. Зрители довольны и с ходом встречи. Рады возвращению футбола в республику. Стоит ли говорить о мальчишках и девчонках, которые с нетерпением ждут момента сфотографироваться с любимыми игроками, взять автограф или пожать руку. Здравствуйте! Абедоков! Великолепный! Великолепный! Мне вспоминается матч Аргентина-Ямайка 6-0. Отличный матч. И всех поздравляю с победой! Второй тайм выдался также голевым. На 66-й минуте забился Услан Албегов, а под занавес встречи гол забивает Амир Джумаев. Таким образом, счет становится 6-0. Генеральный директор Нарта Алибек Корпмазов гордится командой и делится впечатлениями. Очень красиво играет. Молодцы! И в основном приятно то, что Курочинов, Абедоков, Джумаев сегодня отличились. Я рад, что у нас сплоченная команда. И большое спасибо всем болельщикам Карачаева-Черкесии за их поддержку. Следующая домашняя встреча Нарта пройдет 5 июля с ФК Беслан из Осетии. Футболисты просят болельщиков обязательно посещать матчи и поддерживать команду. Ведь эти овации с трибун помогают лидерствовать и дают путевку во вторую профессиональную лигу. Альбина Курочинова-Кенжева, Вести, Карачаева-Черкесия. Шагающие под облаками на карачаевской лошади сквозь века. Презентация электронной версии книги Шарафатина Узденова прошла в Черкесске в Государственной национальной библиотеке имени Халима Атпайрамукова. Подробности у Али Баташева. Выносливость одной из лучших качеств лошади карачаевской породы, известной во всем мире. Семь успешных экспедиций на Эльбрус с участием этих грациозных животных говорят сами за себя, считает автор книги Шарафатин Узденов. Карачаевские и балкарские языки насчитывают более 500 терминов, связанных с лошадями и свыше 400 поговорок на эту тему. Книга, шагающая над облаками, содержит множество интересных фактов, иллюстраций и является результатом шестилетнего труда автора. Я думаю, что все больше у нас будет появляться художников, которые будут рисовать картины лошадей. И у наших людей, в кабинетах, дома и так далее будут висеть прекрасные наши лошади. Как это делает Ольга Бабинкова. Более 110 тысяч фотографий карачаевской лошади сделала фотограф Ольга Бабенко. Я очень люблю горы. Но я очень не люблю ходить пешком. Но, естественно, когда ты садишься на карачаевскую лошадь, ты ей доверяешь больше, чем себе. Ты знаешь, что там, где ты уже не сможешь идти, эта лошадь тебя вывезет. Не только тебя, еще и твои вещи, фотоаппараты, все остальное. Сегодня эта лошадь, которая с виду скромная, у нее огромный, огромный потенциал в носливости, красоты, ее особенность с горбинкой носик. И, конечно, я влюбилась в эту лошадь посредством работ Ольги Бабенко и, конечно, рассказов карачаевцев о этой лошади. Для меня это было большим вдохновением. По словам Ирины Бондарь, выставки фоторабот Ольги Бабенко и Ансара Каитова, посвященные лошадям карачаевской породы, пользуются успехом в Греции, Северной Македонии, Мексике и других странах. На презентации экспертное сообщество в лице представителей организации Карачая Лад Халк, членов Ассоциации поддержки и развития лошадей Карачай Хорс и других дали высокую оценку электронной версии книги. В ходе презентации Шарафадин Узденов был награжден юбилейной медалью. Али Баташев, Медина Джанкозова, Олег Молхожев, Вести, Карачаева, Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok